Мне уже дарили на дирожине звезды. Это кровь. Морала. Кто Шрек, кто не Шрек. Ну она стоила меньше миллиона точно. Знаешь, такой мини-Шрек. Который обтянут, по-моему, кожей из пениса кита. Это там не 10 тысяч перевезти? Нет. Валерия стала послом панды. Все говорят, у богатых свои причуды. Но какие именно в этом выпуске Forbes Digest? Помните фильм Уэсс Андерсона «Отель Гранд Будапешт»? Поправьте шапочку. Центральную роль в нем играют так называемые «Золотые ключи». Не за что, Гершнайд. Но это еще цветочки по сравнению с сериальными кейсами от состоятельных людей из России. Черт. Немного об истории «Золотых ключей». Эта организация была основана в октябре 1929 года, ровно 90 лет назад. Их организовала компания «Друзей». Из-за их дружбы и пошел девиз «In service through friendship». Служба через дружбу. Я сплю со всеми друзьями. Сейчас в мире около 4 тысяч консьержей «Золотых ключей» в лучших гостиницах по всему миру. Считается, что в хорошем пятизвездочном отеле обязан быть консьерж из «Золотых ключей». Это как звезда Мишлен для ресторана. В России таких консьержей не так много. Но кто, как не Forbes Digest, познакомит вас с ними? «Золотые ключи» или организация «Ликвидор» для меня прежде всего – это стиль жизни. Самое главное – это нестандартные запросы, которые на ежедневной основе мы получаем при работе. Начиная от подбора ресторана на вечер и заканчивая выбором медицинского учреждения, например, или помощь в подборе предметов современного искусства. Все-таки фильм «Гранд-отель Будапешт» – это пародия. Действительно, у нас есть дружеские отношения с гостями. Но для таких моментов, когда ты принимаешь ванну с гостем, конечно, не доходит. Не просто добиться того, чтобы такая женщина хранила верность 19 сезонов. Однако в 21 веке существуют целые корпорации консьержей с колл-центрами, open space, офисами по всему миру. Мы приглашаем вас ознакомиться с 10 конкретными кейсами, которые удалось воплотить в жизнь вип-консьержам. Прокомментировать их мы пригласили светскую львицу – представительницу тяжелого люкса в выпуске «Осторожно, Собчак» Викторию Щелягову. Здравствуйте, Вика Щелягова, мне 46 лет, я алкоголик, так говорят. И искушенного продюсера, и настоящего мушкетера с давних пор Иосифа Пригожина. Кто шрек, кто не шрек. Знаешь, такой мини-шрек, пробничек. Кейс первый – красочный. Клиент захотел покрасить свой ретро-порш в цвет Багамо Йеллоу, который был очень популярен в 70-е годы. Казалось бы, что тут сложного, покрасили, делов-то. Да, мы прокачали твою тачку, теперь она новенькая, как с иголочкой. Но нет, технология создания краски сильно изменилась, и того Багамо Йеллоу уже просто нет. Другой оттенок, сами понимаете, но клиент сказал «хочу именно так». Как мы понимаем, для вип-консьержей желание клиента – это закон. Мы нашли бывшего сотрудника Порше, который, собственно, занимался покраской, который помнит, как это выглядит, который помог нам собрать этот цвет, назвал этот цвет в цифрах, и, соответственно, мы передали эти данные клиенту, который был, безусловно, счастлив, понимая еще сложность всего этого процесса. И таким образом мы нашли тот самый цвет, в который теперь можно покрасить автомобиль, и он будет выглядеть как оригинальный в 70-х годах. Если человеку позволяют средства и финансовые возможности, и он хочет восстановить те самые мечты, почему бы и нет? Вы знаете, я знаю, например, когда люди не только за цветом бегают, но и бегают за многими такими детскими вещами, которые, казалось бы, ну, уже потеряли свою актуальность, а это им напоминает о их жизни, о детстве, о многом напоминает. Кто-то машинки собирает, вот моему другу сейчас подарили запорожец, понимаешь, чтобы дверь вот так открывалась, как у Роллс-Ройса. Ну, хотелось бы посмотреть на этого человека-педанта до такой степени, что именно такой цвет ему был нужен. Ну, давай, как это, когда ты уже, наверное, объелся, наелся всем, то, наверное, почему нет? Кейс второй. Африканский. Подарок мужу, правда, до конца никто не знает, понравился он или нет, тем не менее, бегемот. Не плюшевый, настоящий. Ну, она стоила меньше миллиона точно. Меньше миллиона рублей. Меньше миллиона рублей, да. Это, получается, детеныш бегемота, меньше миллиона рублей. Это, как бы, подарок на день рождения с каким-то оформлением от вас, да? Ну, в данном случае мы чаще всего делаем какой-то сертификат, там, с фотографией. Как бы, действительно, вам Валерия подарила, например, живого бегемотика? Настоящего? Первое. Валерия мне никогда бегемота не посадарит, потому что бегемот у нее уже есть в лице меня. У нее свой бегемотик. Это первое. Второе. Мне уже дарили на день рождения звезды. Вот там где-то есть звезда, тоже моя. Ну, подарить бегемота или подарить звезду, это как такой троллинг, что ли, да, на мой взгляд. У нас тоже можно в зоопарке в Москве в 1905 году, у нас есть прекрасный зоопарк, ты можешь тоже взять животное, о котором ты будешь заботиться, и будет висеть твоя табличка. Мы когда-то думали взять с мужем ворона, ну, как-то ворон, и ритуал это такая содержать этого ворона. Ну, бегемот, большое животное, тяжело кормить, дорого, наверное, обходится. Ну, это приятно, как вы думаете, получить живого бегемота? Или это не очень приятно? Мне кажется, что все эти животные, это такое осомнительное удовольствие. Кейс третий. Умилительный. Как вы догадались, из мира животных объятий с детенышем китайской панды. А запрос был такой. Нужно привезти панду на день рождения друга, чтобы панда обняла. So sweet. Да. Мы изучили все ближайшие зоопарки в мире, которые находятся близко к нам, где, может быть, можно взять эту панду в аренду. Конечно, нет. В итоге, чем мы закончили? Мы договорились с помощью наших китайцев, договорились о том, чтобы в один из питомников, где рождаются, собственно, панды, организовать визит для нашего клиента тогда, когда он захочет туда поехать. Вот как раз это и было тоже оформлено в виде сертификата. Единственное, там было много звездочек, много «но». Нужно было там сделать дополнительные прививки специальные, нужно было надеть специальную форму, только в ней ты можешь зайти к панде. Ну и, соответственно, мы подарили сертификат на проживание в гостинице и авиаперелет в течение года, которым можно было воспользоваться. И в течение года можно приехать, собственно, и вот взять эту панду маленькую, которая рождается на руки и посадить ее, усадить ее на колени, потому что... Ну и таким образом обнять, потому что большой пандой не получится точно, она уже может как-то навредить. Смотрите, во-первых, я видел настоящих панд, обнимался с ними. Я был в местечке под названием Чэнду, и Валерия стала послом панды. Она яркий представитель китайского вот этого, скажем, есть послы, среди них Джеки Чан, среди них я Омин, баскетболист, если помните, самый высокий. Очень-очень высокий. Да, да, и Валерия стала тоже частью этой кооперации. Китай, если панда есть в вашей жизни, как бы это считается, да, то вы, как бы, ну как сказать, являетесь другом китайского народа. Поэтому, слава богу, что в России спустя 50-60, спустя почти 60-70 лет появилась панда в России. И, естественно, люди мечтают, оно очень смешное животное такое, все равно это медведь. Я бы все равно бы так не стал бы расслабляться. Вот, но, тем не менее, действительно, очень такое миловидное существо. Ну, во-первых, это мило, такая девичья, да, нежность. Теперь мы это можем сделать, потому что в московском зоопарке Путину подарили все-таки панды. Я думаю, что если директор зоопарка пойдет на такие, то и мы теперь сможем обниматься с пандой. А вообще вы можете приехать в Сеул, в зоопарк, нашим географом называется, купить веб-билет и там подойти потрогать ее. Я не знаю просто, где это происходило. Конечно, круто, когда тебе домой привели живую панду, но это так уж. Гринпис не одобрит. Вообще, все, что связано с животными, это очень опасная история. Мне когда-то тоже предлагали медведя пригласить во дворец, но мы испугались, во-первых, Гринпис, и, естественно, это так вот уже опасная жизнь. Ну, такие очень опасные игры. Некоторых людей живут, тигры дома. И мы тоже таких людей знаем, да, в Москве. Но это такое до поры до времени развлечение. Кейс четвертый. Белоснежный. Свадьба. Не знаю, что приходит в голову вам, но я думаю об этом. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я девки забуляю. У героя Форбс все иначе. Если свадьба, то на яхте. Нет, конечно же, не на обычной. Подойдет та, на которой состоялось бракосочетание с Жаклин Кеннеди и Аристозеля Анасиса. Один из последних кейсов как раз это нужна яхта, на которой состоялась свадьба Анасиса и Жаклин Кеннеди. Может быть, там будет свадьба, может быть, еще какая-то другая вечеринка. Но, в общем, вот нас попросили. Именно эту яхту. По нынешним меркам это вообще дико скромно все. Кроме как стула, где бар, который обтянут, по-моему, кожей из пениса кита. Но это так тоже визуально никак не выглядит, только само ощущение. А вы там были на сайте? Нет, мы были на ужине, который устраивали хермес. Все это было безумно красиво накрыто посудой хермес с музыкантами. Это было очень красиво. Но по нынешним временам это более чем скромная лодка. Но мне было бы страшно. Почему? Потому что, знаете, чужой дух. Особое отношение к клиенту – это не только консьержи и батлеры, не только отели и рестораны. Это, в первую очередь, банковские услуги, а именно – private banking. Кстати, этот выпуск мы снимаем в отделении нового формата «Росбанк для состоятельных клиентов». Оно называется «Л'Эрмитаж», что переводится «Место уединенного размышления». Как и «Сосъете Женераль», как и понятие «Ардевив», «Искусство жить», как и слово «Консьерж» пришло к нам из Франции. Здесь особенная атмосфера – паркет из орехового дерева, фитостена с бегониями фиолетового цвета. Это, кстати, цвет интеллекта. Старинный гравюрный орнамент «Гильёж». И сама суть – private banking, абсолютная приватность. Private banking – это о комфорте, об удобстве, о возможностях. У нас есть такой слоган в Париже, он звучит так, что вы можете наслаждаться своим состоянием, пока мы им управляем. И наша, конечно, основная задача для наших очень уважаемых клиентов – это состояние комфорта, удобства. На самом деле есть одно очень важное свойство, которое отличает этих людей. Первое – это люди, которые в большинстве своем создали сами свое состояние. В большинстве, безусловно, есть разные истории, но если говорить об основной массе вип-клиентов и наших клиентов, это те люди, которые сами себя создали, которые занимают очень активную жизненную позицию. Это люди, которые, собственно говоря, являются двигателями, движителями нашей экономики, всего, что прекрасного создается в этой стране. Улан, расскажите, вот сейчас век такой абсолютной диджитализации, почему это важно? Почему важно иметь такое место для клиентов? Как это говорят, никто не отменял богатство человеческого общения. Мои продолжают менеджеры с мобильниками, что он за свою обнимку успел спать, тем не менее, хотя, опять же, мобильное приложение, потому что привыкли клиенты, то есть надежнее позвонить менеджеру, казалось бы, а тут можно чего-нибудь в мобильнике начудить, а суммы-то другие, это мне 10 тысяч перевезти, там все немножко по-другому. То есть здесь у вас еще есть парковка, да? Да, у нас, конечно, здесь есть парковка, есть довольно часто свободные места, то есть там машину бросил, зашел. Сколько стоит входной билет в этот накрытый клуб? Средний билет, в общем-то, в ряде банков мы знаем, то есть как и у нас, от 30 миллионов рублей, плюс-минус. Там у кого-то может повыше, у кого-то пониже, но это входной билет. Как правило, мы, ну, есть статистика показывает, что средний чек уже де-факто, да, то есть если взять в среднем нашу клиентуру, то это где-то 60-80 миллионов рублей, как правило, у нас есть. А какое это количество людей, если вот так вот посчитать эти? Ну, скажем так, до трех тысяч. А всего в России по разным исследованиям, то есть, ну, оценка такая, порядка 30 тысяч, это клиенты, скажем так, с финансовыми активами, ну, скажем так, от миллиона долларов. Вот таких вот примерно 30 тысяч в стране. Кейс номер пять. Экстремальный. Купание в Северном море. Один клиент попросил, чтобы его вывезли в Северное море, чуть ли мы его отвезли на грузовом корабле и отставили его зимой. Оставили его, правда, в специальном оборудовании, чтобы все было в порядке. В Северном море просто вот плавать одному. Как это одному? Что, ну, на лодочке, на плоту? Нет, ну, его привезли на корабле. На корабле. На корабле, да. На Северное море там. На Северное море, спустили его, отплыли и дали ему возможность некоторое время в специальном скафандре, который позволяет не охлаждать сильно тело. Ну, холодно же, да, Северное море, зима. Нет, там не было никаких животных. Киты. Ну, киты, конечно, там существуют. Моржи, пингвины. Да, могут и киты образоваться. Поэтому вот такие запросы бывают. У каждого свои фантазии, понимаете, да? То есть, ну, если человеку захотелось пять часов, он жив, здоров, и ему это понравилось, это дает ему определенный адреналин, почему бы и не реализоваться? Это круто. Особенно, если бы кит еще всплыл рядом. Так можно было бы. Вам нравится такой экспириенс вообще такой, когда очень экстремальный, на границе жизни с мертвым? Это же нужно иметь определенный в крови состав, чтобы кайфовать от всего этого. Ну, я думаю, что это круто для человека. Был такой исторический факт, да, когда человек спрыгнул, он был спортсменом, нырял под воду. Это в советское время. Его не выпустили на какие-то соревнования, и он убежал на огромном судне туристическом. И где-то в районе Тайваня или Филиппин он спрыгнул с корабля и три дня провел под водой. А провел в океане. Когда он вышел на берег, он весь светился, потому что план-то он на нем. На основу реальных событий, сейчас, по-моему, Голливуд то ли уже поставил фильм, то ли собирается поставить. Совершенно такая известная история. При этом тогда в советское время сняли всех там, директора парохода, даже кассирша, которая продала ему билет. Кейс шестой связан с титулами графы, сэры, лорды, мушкетеры. Куда вас, сударь, к черту занесло? Тоже запрос вокруг подарков. Обращается клиент и говорит, нужен подарок, всю голову сломали, не знаю, что делать. Друг очень любит Великобританию, ну и все, что с ней связано, или все, что вокруг. Ну, все есть тоже. Все автографы любимых британских звезд, групп, все есть. Что же еще найти? Что мы нашли? Мы нашли некую территорию в Шотландии, которая называется Гленка, которая все еще продает землю. Землю можно купить в размере одного фута. Стоит это очень недорого. И, собственно, таким образом, помимо территории и владения этой территории, ты получаешь статус лорда. И вот этот сертификат в виде статуса лорда мы, собственно, и презентовали клиенту. И, значит, он получил кусочек земли? Очень маленький кусочек. Очень маленький кусочек. Это сколько? Это квадратный метр или? Это фут, мне кажется, даже меньше, чем квадратный метр. Меньше квадратного метра, это за это он получил статус лорда. То есть он может там посадить, что он может посадить розочку и себя огородить. А это, кстати, это, наверное, не так дорого, да, обошлось? Это стоило, мне кажется, около 50, может быть, 60 фунтов. Сколько вы потратили денег, я не знаю, времени и сил вообще чего на то, чтобы стать мушкетером? Я не потратил ничего, ни денег, ни сил, ни времени. Мне предложили стать членом этого сообщества. Для меня это большая честь. Эта семья Арманьяк продолжила династию вот этого сообщества мушкетеров. Собственно говоря, мушкетер – это джентльмен, это достойный человек, который живет правильно. Это такая символика, скажем, да, сообщества. Поэтому для меня это было, мне было это приятно, я с удовольствием принял это приглашение. В общем, понимаете, среди мушкетеров очень много людей разного калибра. Это сообщество, где ты общаешься, понимаете, есть же разные символы, например, есть бельведерский клуб, есть, например, там, масонская ложа, да, но есть клуб мушкетеров. Поэтому как бы я рад, что я попал в этот клуб. Среди них есть очень много серьезных разных предпринимателей, например, Миша Куснирович тоже среди них есть. Поэтому я в этом сообществе, меня приняли, мне приятно быть членом сообщества, где есть эти люди, понимаете, да? А что вы там делаете? Мы ничего пока не делаем. Седьмой кейс, киношный. Пока все обсуждают фильм Джокер, драму о суперзлодеи, люди по-прежнему хотят быть супергероями. Ну летай. Ну спасай. Вот клиент один обратился с детской мечтой. Очень хотел бы он однажды в жизни проехать на большом траке, на большом грузовике, как было у одного из героев Трансформера. О, это Оптимус, это Оптимус Прайм, да? Который красно-синий. Да, 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 красно-синий. Вау, и что, где вы его нашли? Вот этот вот непроизносимый герой, да. Мы нашли его в Америке у одного из пенсионеров, не поверите, который раньше ездил на подобном автомобиле. Не задумывался об этом, честно признаюсь. Точно трансформером быть не хотел бы, да. Вот. Мне разные герои нравятся. Да сейчас так сразу не скажу, кого бы я хотел сыграть. Может быть, там, какой-нибудь из какого-нибудь боевика, какой-нибудь Брюс Уиллис или, может быть, Арнольд Шварценеггер или... Ну, точно не Арнольд Шварценеггер, потому что у меня даже данные такие... Таких нету данных. Ну, не знаю. Наверное, более крестного отца. Но ты просишь беспочтения. Ты не предлагаешь свою дружбу. Ну, мне кажется, я в комедийных преуспел бы тоже. Я стал продюсер самого себя. Тяжелое детство у парня было, могу сказать, и не наигрался в свое время. Почему вообще взрослые и обеспеченные люди хотят таким вещами заниматься? Потому что, во-первых, мы все равно родом из детства. У нас остаются какие-то нереализованные желания из детства. Потом, наверное, как... Мы все равно все сентиментально, да, при всей видимой железной оболочке и непроницаемости. У нас все равно есть болезненные точки, на которые можно надавить. Какие-то пообняться с пандой, поиграть в детские игрушки. Кейс восьмой. Возвышенный. Почему мы до сих пор не обсудили искусство? В новостной ленте Forbes это популярная тема. Миллиардер купил картину за миллион. Миллиардер открыл музей. Миллиардер построил галерею. Конечно же, и запросы к консьержам у них шедевральны. Девушка хотела купить картину какого-то современного, очень необычного художника. Долго, в общем, рассматривала разные варианты. И в какой-то одной из телепередач, по-моему, «Орла и решки» увидела, что в Южной Африке есть хрюшка. Зовут ее Пикасса. Это не ошибка. Пикасса. Пикасса, да. Пикасса, да. Пикасса, которая своим пятачком рисует картины. Она достаточно долго выбирала ту картину, которую она хочет. Рассматривала их, видимо, решалась и пыталась понять, насколько это выгодная инвестиция. Хрюшкина картина стоила около двух тысяч долларов. Выбрала картину, и, собственно, мы эту картину доставили сначала в Италию, где она путешествовала на тот момент. И хотела забрать эту картину, собственно, с собой потом в Россию. Я слышал Пикассо, а Пикассо не слышал. Вы бы за это не заплатили, там, несколько тысяч долларов. Вы знаете, дело все в том, что я, повторюсь еще раз, я очень разумно трачу деньги, потому что у меня большое количество детей. И картины – это, прежде всего, инвестиции. Либо это то, что вам очень-очень нравится, да. Вот, я люблю голландскую живопись, вот, если говорить об этом, да. А, ну, вот так, чтобы там в погоне за каким-нибудь Пикассо, понимаешь, наверное, у меня такого нет. У вас была хрюшка, а здесь... Она лежала как резаная, пока я не сказал, что ее жарить не буду. Видите, как обидно другим молодым художникам, которым не платят такие деньги? А то какой-то поросенок по тачкам рисует. Ну, вот можно спродюсировать, значит, как-то такого поросенка. В наше время можно сделать все, лишь бы был бы хайп. Поэтому, мне кажется, не круто. Кейс девятый. Колки. Некоторые хотят набить себе татуировку, творение ювелира Стивена Вебстера. Есть у нас один клиент, у него есть история. Во-первых, на день свадьбы, на день рождения жены и на дни рождения всех его детей, а у него, если я не ошибаюсь, уже четверо детей, он покупает своей жене украшение Стивена Вебстера. Он большой, в общем, поклонник, любитель этого ювелир. И в какой-то момент ему пришла в голову идея, что он хочет татуировку, именно нарисованную Стивеном Вебстером, с датами, важными датами в его жизни, даты рождения детей, даты свадьбы и так далее, собственно, ее, получить этот эскиз и нанести ее себе на тело. Мы сейчас общаемся как раз на эту тему со Стивеном Вебстером для того, чтобы он поймал вдохновение и, собственно, эту татуировку для этого клиента для начала нарисовал, а потом мы ее воплотим с каким-то другим специалистом, видимо, тату-специалистом в жизни. Почему бы нет? Ну, если людям нравится Стивен Вебстер. У каждого своя форма извращения, поэтому, как бы, смотря на каком месте будет еще татуировку делать. А вы все набили какую-нибудь татуировку? Ну, я, кроме Валерии, мне некого набить. Ну, а первене очень любят татуировки, скажу тебе честно. Я считаю, что это такая рабская и криминальная немножко история. Потом мода меняется, и я думаю, на татуировке тоже. Поэтому, видишь, как раньше была модность Вебстер, да? Сейчас есть, я знаю, узнавала специально для тебя, есть какой-то крутой татуировщик, который живет в Нью-Йорке, румын. Татуировка стоит 15 тысяч долларов, как-то не попасть, не записаться. Вот, Балыш, по фамилии его. Вот, наверное, это сейчас. Видишь, как время меняется? Вчера был в моде на один, сегодня другой. Знаешь, как у меня у ребенка здесь татуировка, два пазла. Я говорю, а кому ты это сделала? Она говорит, ну, там, одному парню. Ага, если парень поменяется? Она говорит, ну, мам, ну, это же всего лишь два пазла, можно же сказать, и другого парня. Десятый кейс расточительный. Им оказалось кругосветное путешествие, но необычное, за мили и с написанием мемуаров после. Вот один из клиентов, кстати, обратился тоже к нам за кругосветкой, но там был такой интересный нюанс. У него накопилось очень много миль авиакомпаний. И, соответственно, мы что сделали? Мы сделали ему кругосветное путешествие за мили. Одно, одним альянсом, естественно. Сделали для него футболку пола с маршрутом его кругосветного путешествия. И по итогам предложили мы также с одним из наших партнеров, который делает мемуары, сделать такую вот книгу о его путешествии. Потому что из каждого города, из каждой страны, пока он путешествовал, было, по-моему, 7 или 8 точек у него, где он останавливался. Он присылал нам свои фотографии и какие-то там комментарии о том, как ему классно, ну, безусловно, где ему нужна помощь, не без этого. Он был достаточно практичен в этом смысле. Но также он высылал свои какие-то приятные эмоции и делился с нами. А мы ему предложили по итогам, по возвращению, запечатлеть, собственно, это в некоторой книге. Да, книга путешествий. Ну, идея прекрасная, я сам пользуюсь милями. Я хочу сказать, что практически у меня у самого было кругосветное путешествие не одно, потому что я выезжаю на гастроли с Валерией. И за счет этого тоже накапливается мили. А милями мы пользуемся, когда мы ездим в отпуск. Поэтому то, что есть вот этот формат мили, это здорово. И молодец, что человек эти свои мили потратил на путешествие. Это здорово. Ну, во-первых, я немножко подстраховалась, узнала у людей. Оказывается, кругосветное путешествие, это только если ты путешествуешь водным видом транспорта и на машине. Самолетом не считается, что это кругосветное путешествие. Почему? Ну, официально не считается. То есть официально это только водным видом транспорта и на машине. И ты должен это сделать сразу. Многие люди делают, ну, не многие, но делают кругосветное путешествие, но разбивают его на несколько лет жизни. То есть они потихоньку путешествуют и складывают такой себе, да, ну, вот как было в мультфильме «80 дней вокруг света и паспарту». Вот это единственное считается кругосветное путешествие. Ты должен делать это сразу. В прошлом выпуске мы разыгрывали свитшот, дживи ярко и бестселлер ювальной харари «Сапиан». Сейчас узнаем, кто победил. Победителем конкурса становится Сева Юсубова. Спасибо вам за такой подробный и развернутый комментарий. Толстовка, дживи ярко и бестселлер ювальной харари «Сапиан» достается вам. Друзья, новый конкурс в стиле этого выпуска. Настоящее привилегие. Приглашение на двоих на закрытое мероприятие Forbes, где можно познакомиться с миллиардером, инвестором и решить кучу других задач. Задание следующее. Напишите нам в комментарии под этим видео невероятную, невыполнимую, на первый взгляд, задачу для консьержа. Пусть она будет креативной и смешной. Все редакции мы выберем самый форбсовский комментарий и подарим вам билет. Спасибо за просмотр. И, кстати, передайте вашему консьержу, чтобы подписался на наш канал и поставил лайк. С вами был Forbes Dungeons. Субтитры подогнал «Симон»!